И еще раз здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс. И сегодня Тубишват, поэтому несколько слов я скажу, а потом мы перейдем к недельной главе. Вчера, в субботу, была в Бешилах. Мы слушали очень много разных интересных событий. Некоторые из них мы рассмотрели в предыдущих курсах. И, милости просим, в архиве можете посмотреть записи предыдущих циклов. Мы разобрали и Шират Аям, то есть «Песня на море», и Парашат Аман. А на сегодня нам осталась вот в начале 13 глава, маленький кусочек от нее, и 14 глава. Вот это мы разберем сегодня. Итак, Тубишват – это Новый год деревьев. Я не буду распространяться много. Я так понимаю, что все люди, которые ко мне приходят, они приходят и на другие лекции, и там много интересного вам расскажут. Я просто вот один момент затрону, который, в общем-то, такой нетривиальный. Где первые, где впервые, в Толе упоминается дерево. На какой день творения, кажется, четвертый, когда были созданы растения, и были созданы два особых дерева, одно из которых, Эц Адат Тоб Вера, послужило поводом, да, как-то так называемого грехопадения, да, то есть первого нарушения человеком, человечества, заповеди Всевышнего. Что это за дерево? Есть разные мнения по этому поводу. Вот материал, я сейчас у меня мелькнул, я немножко из него расскажу. Раби Мейер считает, что это было пшеничное дерево. Вот к этому еще подойдем. Раби Иуда считает, что это был виноград. И приводит в обоснование своего мнения фразу такую, «Ибо от лады с дома их лоза, и с полей аморы их виноград, виноград полынный, грозди горькие им». То есть заслужен ими, как объясняет наш горький напиток, по их деяниям им наказание. Мудрость объясняет, что здесь намек. Первый источником греха явился виноград. Как сказано в Микреше, грозди принесли горечь в мир. Ну, напоминаю, что и у Ноаха с виноградом были не лучшие отношения. Теперь мнение Раби Аба из Ако. Это был Этрог. Почему? Это единственное дерево, у которого древесина имеет тоже пустой плод. Про древо познания добра. И это было сказано, и увидела женщина, что хорошо дерево для еды. То есть есть можно само дерево. Ну, заметьте, что Всевышний дает указание. Земле произвести деревья, которые тоже должны были быть съедобными. Но деревья произвели. Но земля произвела деревья, дающие съедобные плоды, но сами деревья не съедобны. Вот, наверное, единственным исключением является Этрог. И, наконец, Раби Йосе, который считает, что это был инжир. Ни одно дерево не готово было дать Адаму листья, чтобы прикрыть наготовым. Написано, что сделали люди повязки из листьев дерева инжир. Обратите внимание, тот, кто знает, какие большие и какую форму эти листья, видит, что из них вполне можно сделать и набедренные привязки. Раби Йосер рассказывает притчу. Царский сын согрешил с одной из служанок, и отец в гневе исконал его из дворца. И вот бедный принц стучался в двери своих бывших слуг. Никто не хотел приютить его. Лишь только вот та самая служанка, ну, наверное, ей понравилось, вот она отпустила его к себе. Вот и инжир допустил, чтобы Адам и Хава взяли его листья, поскольку они согрешили, да, поскольку он накормил их своими плодами. И есть еще мнение Йошо Бен-Леви, который говорит, что мы не знаем, нам не дано знать, что это было за дерево, потому что, ну, чтобы оно не было нам живым укором. И может быть, может быть, это дерево было каким-то особенным, и оно уже исчезло, может быть, это какое-то из тех деревьев, что есть сейчас, но мы не знаем и не будем знать, какое именно это дерево. Вот, но чтобы не получилось так, чтобы, глядя на него, говорили люди, вот этим деревом согрешил первый человек, да, оно нам неизвестно. И вот возникает закономерный вопрос. Если так, то как же другие мудрецы, не зная мнения Раби Йошо Бен-Леви, да, говорят, что это были какие-то конкретные деревья? Что же быть, как же быть с позором Адама? И вот Раби Захарья Аль-Леви, Аль-Хамаор, отвечает, что Адам – это квинтэссенция всего будущего человечества, и его грех является грехом каждого из нас. То есть человеку не будет свойственно сказать, вот это, это то дерево, через которое согрешил Адам, потому что тем самым он позорит самого себя. Напоминание не будет позорить одного человека среди других, но это просто напоминание для каждого. И вот теперь вернемся к первому мнению, что древо познания добра и зла – это пшеница. И здесь у меня возникает два вопроса. Первое. Ну, для чего же нужно называть пшеницей это дерево, разве недостаточно других деревьев? И второй вопрос – это что же такое надо курить, чтобы счесть пшеницу деревом? И ответ на первый вопрос здесь таков. Называется дерево познанием добра и зла. От слова «познание» до «от». У младенца появляются некие знания, то есть он способен из общего мира выделить человека, из всех людей выделить маму и папу, когда примерно он начинает есть продукты из пшеницы, когда он начинает питаться мучными продуктами. Ну, правда, тут возникает некоторый вопрос. Для европейцев основой питания является хлеб, но для всей Юго-Восточной Азии это рис. Что же у них? Нет такого знания, оно не воспитывается, оно не возникает. Не могу сказать точно, но из своего опыта работы в сфере патентов, могу сказать, что большинство патентов Китая, Японии, Кореи и так далее, это взять вот это и применить здесь. Настоящих изобретений, как, например, велосипед, я у них не видел. Они замечательно умеют приспособить что-то к чему-то, но придумать что-то новое, это уже не для них. Правда, правда, должен вам сказать, что три градации, три интеллектуальные сферы, это хохма, бина и даат. Значит, здесь мы говорим о даат, а вот то, что я назвал способность придумать нечто новое, это как раз хохма. Но поскольку они взаимосвязаны, можем считать, что, наверное, как-то тут и коррелируется. И ответ на второй вопрос. Итак, если сад, поскольку этот сад был делом рук самого Всевышнего, то он был совершенен. Да? Если Всевышний не ставит специально задачу создать что-то недоделанное, как, например, наш мир в целом, чтобы человеку было что в нем делать, то все остальное он делает совершенным. Так? Что более совершенен, плод дерева или плод земли? Фрукт или овощ? В некотором отношении, если мы, если она нужна капуста, мы срубаем качан, и тем самым растение обезглавливаем. То есть, либо мы заново сажаем капусту, либо она вырастает заново из того же корня, и это является определением того, что называется пригаадама. То есть, вырастает не только сам плод, но и то, что соединяет плод с землей. Так? А если мы срываем яблоко, то на той же ветке в следующей зоне вырастает новое яблоко. Поэтому в этом отношении более совершенным является фрукт, нежели овощ. Если пшеница, да, была в этом саду, то тогда она была деревом. Ну вот, наверное, может быть, может быть, это было какое-то особое пшеничное дерево, которое теперь уже не существует. Это вот согласуется с другими мнениями. Вот немножко рассказал я про Пубешват. А теперь мы переходим к нашей основной теме. И давайте мы с вами почитаем, начиная с 17-й фразы главы 13 книги Шмот. Ибо с нее начинается недельная глава. Несколько фраз, которые заканчивают перх юд гимел, и после этого перх юд заед. Итак, я читаю. Всем видно текст, да? Для тех, кто к нам сейчас присоединился, маленькое замечание. Вот текст, он на экране. Есть файл словаря, который... Вот файл текста и файл словаря. Я поставил заранее в нашу группу в Телеграм. К сожалению... Я сейчас уже это исправил. Те слова, которые я выделил желтым, я просто выделил их для себя, чтобы напомнить себе, что я собирался что-то про эти слова сказать. А слова, выделенные зеленым, у нас вошли в словарь. И было, когда послал, когда отпустил, при отпущении. Вот эта форма называется неабсолютным инфинитивом с префиксом бе. Обычный инфинитив, то, что мы называем обычным инфинитивом, это неабсолютный инфинитив с префиксом ле, который имеет некий оттенок для того, чтобы сделать. А бе-шалах – это значит в то время, когда отпускал. Итак, при отпускании фараона народа и не буквально ни хэм, как это по-русски сказать, не смилостивился Всевышний, дорогу через страну Плештим. То есть он не сделал милость повезти евреев через путем, который через Эрес Плештим. Ки-корову, потому что он близок, он короток. Действительно, за 10 дней при хорошем темпе можно выйти из Митсраима и прийти в Эрес Исраиль. Но почему Всевышний это не сделал, говорит комментарий, а мы с вами читаем. Ки-амар-эл-уким, потому что сказал Бог, пен-и-на-хэм, что бы ни случилось так, что смилостивится народ, бир-о-там, видя, при том, что он видит, та же самая форма, что и здесь я говорил, когда увидят они мил-хаман войну, вешам у Митсраима и вернутся в Египет. Комментарий говорит, что люди, зная, что прошли они совсем немного, увидят войну и могут испугаться и вернуть обратно. Вот такая история. Ют-хэт попросим Анну, она у нас сегодня ведущая. Так, прошу вас. Так, вы сам узнаете слово? Ну, разумеется. Ну, как бы сказать, обвел, повел, свернул, повернул, повернул всевышний народ дорогой пустыни, или дорогой пустыни, пустыни Ямсу, пустыни Красного. Вот этим Красного моря. Вот это интересное слово, его по-разному переводят. Одни говорят, что это хамушим, то есть вооруженными, как бы поднялись на Израиль из Египта. Некоторые комментаторы говорят, что имеют в виду хамеша слова пять, то есть пятой частью или только одна пятая. Распетеренными, да? Да. Только одна пятая евреев вышла из Египта, остальные четыре пятых там, соответственно, каким-то самостали. Да, да, увы, неутешительная пропорция, но что делать? Это наши комментаторы. Спасибо. Светлана, берете следующую фразу? Да. Если мне понадобится секретарша, я приглашу Светлану. Она все пишет, 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 ничего, ничего не пропустит. Да, пожалуйста. Видно, что я учусь. Сейчас. Пропустим. А вот. Светлана у нас учится всю жизнь, чему-нибудь и как-нибудь. И сейчас это у нас очень скромный человек. Она не берется переводить, но в данном случае мы пойдем на компромисс. Некоторые слова я возьму на себя. А основную каналу, пожалуйста, Светлана, берите. Ва иках Моше. И взял Моше. Да. Это Ацамот Йосеф. Вот слово Эцем, это значит сам, как Ацмия, сам Ацмиха, ты сам. Но еще Ацамот, это Кости. В данном случае, Кости Йосефа. Обещание. Да. Мы видим здесь повторение корня. И смотрим на второе слово. Обещал, клятвенно обещал. Заклял буквально клятвой. Это на Исраиль, прошу вас. Леймон говорят. По код и в код. Это слово имеет тоже разные значения. Но в данном случае мы переводим, как вспомнит, обязательно вспомнит. Элукимет хэм. Бога вашего. Бог вас. Бог. Кто вспомнит? Бог кого? Вспомнит вас. То есть евреев. Ве-га-а-литем. Алла поднялся. Хе-э-ла-хив-иль. Поднимите. Эт Ацмутай. Кости. Кости мои. Мизе и тхэм. От сюда. Ит, тхэм. Это с вами. То есть возьмете их с собой. Мы последовательно проходим разные гастрономические части. В прошлый раз, кажется, было бедро. Вот. До этого была голень. Вот. Ну, как-то копыта даже мелькала. Хотя копыта мы в магазинах не покупаем. А вот здесь часть называется Кости. Ацамут. Вы приходите в магазин и просите Кости на холодец. Ацамут. Так. Спасибо, Светлана. Замечательно. Каф. Кто у нас брит Олам? Кто у нас идет под этим псевдонимом? Это Натан. Но его сегодня нет. Он другую конференцию ведет. А, его сегодня нет. Мы его попустим. Мы его включили для мебели. Так. Инна, здравствуйте. Вы у нас участвуете. Вы можете прочитать. Вы можете перевести. Ну, по-восторой. Что сможете? Не стесняйтесь. Да. Пожалуйста, прошу. Хорошо. Каф. Да. Так, значит, это... Вот здесь. Ва-ису мису-кот. Ва-я-хэну. Ве-этама. Ве-хамид-бар. Да. Ва-ису. Знаете? И двинулись они. И двинулись. Да. Из местечка под названием Сухот. Да. Ва-я-хану от слова тахана. Остановка. Маханы в лагерь. И остановились в лагере. Эй-там. Это, судя по всему, название места. Бик-цэ-хамид-бар. На краю пустыни. На краю пустыни. Да. Все правильно. Спасибо. Спасибо. Тимофей, Кафалиф. Да. Кафалиф. Ва-шэм. Голэх. Лит-нейхем. Йомам. Ба-амут. Анаав. Ван-хотам. Адерех. Балайла. Ба-амут. Эш. Дегаир. Лахем. Лахет. Йомам. Балайла. Пробуем переводить. Да. И Всевышний Голэх идет перед ними днями. Йомам. Днями. То есть в дневное время. Ба-амут Анаф в облаке. Да. Ба-амут Анан в столбе облачном. Лан-хотам. Лан-хотам. Это чтобы сделать удобнее. Лан-нуах отдыхать. Чтобы обеспечить удобство гадерех. Удобство пути. И ночью ба-амут Эш. В столбе огненном. Лэгаир. Освещать. Освещать. От слова свет. Освещать им. Чтобы могли идти и днем и ночью. Да. Совершенно верно. Правильно. Спасибо. Так. Как бы это я читаю. Ло-ямиш амут Эанан вьомам. Ве-амут Аэш лайла. Лифней ха-ам. Ло-ямиш. Это буквально не отходил. Тот, кто внимательно читает утренние благословения в Сидуре. Знает, что, например, ло-ямушу дворин. Не покинут уста слова Торы. И аналогично, аналогично еще, ну, может быть, кто-то мне подскажет, да? Где мы видим этот корень? И увидим сегодня обязательно. Как же без этого? В имени Моше, да? Как объясняется это имя? Киминамай Мамаши-и-руб. Ибо из воды извлекла я его. Если быть точным, то Моше означает не извлеченный из воды, а извлекающий. И это объясняется как тот, кто выведет евреев из Египта. Но, я миш, не отходил, не покидал столб облачный днем и столб огненный ночью перед народом. То есть постоянно он был впереди. Как Ленин такой молодой и юный. Скакал впереди. Хорошо. Переходим к параграфу 14. Ну, Анна, я не буду вас унижать этой фразой. Я прочитаю ее сам. И сказал Бог Моисею, говоря, а вот это предоставляю вам. Так. Чтобы повернули они и расположились перед вот этой Пи-Ахирот. Вот в этой местности, которая называется Пи-Ахирот. Между Мигдаль. Это под названием тоже Мигдаль. И, значит, морем. Между морем перед Бальцефон. Это вот тоже такое было специфическое место. Это некое, как говорят комментаторы, некое божество, которое охраняло пустыню. Ну, соответственно, господин Севера буквально переводится. Да, да, да. И напротив, напротив него расположитесь у моря. Да, да, да. Я пытался сейчас открыть параллельно словарь, но что-то у меня не получилось. Вот посмотрите в словаре НИХИХО – это находиться, располагаться, да? Да, расположиться, как я поняла. Нех, да? Спасибо, да. Да, значит, нохах – это значит присутствовать. Когда, например, идет перекличка в классе, да, как отвечает названный по фамилии нохах присутствует здесь. Презент. Да, спасибо. Светлана, берите гиммел. Буквально скажет в данном случае, потому что это то, что говорит Бог Моисею, он как бы рассказывает дальнейшие события, и скажет фараон, в данном случае не сынам, а о сынах Израиля. Что же он скажет? Невухим. Буквально заблудившиеся. Помним, что одно из своих сочинений Рамбам назвал Море Невухим, то есть путеводитель заблудших. Невухим, заблудились, гемба Арец. Сагар, что это? В земле. Да, Сагар закрыл. Закрыла их. Кто? Пустыня. Мейдбар. Да, Мейдбар. Так, чудесно. Так, Инна, прошу вас далее. Спасибо. Попробуем. Я готов помочь. Вэхизак иэт Лев Паро. Значит, Сделал Хазак. И ожесточу я сердце фараона. Да. И погонится за ними. За вами, Ахары. А, Ахары, конечно, за ними. Да, вы правы. Да, видите корень? Да. Вот он. Корень. Значит, это величие. Это, мы можем использовать слабо. Слово такое, да? Вэхабда. Я прославлюсь. То есть, я стану известен, да? Я стану, почитая буквально. Благодаря фараону, да? Да, благодаря. Через фараона, да. Через фараону. И Хэл. И всего его войска. Да. И узнают, и египтяне, что я Господь, и сделали они так. И сделали они так. Так, они сделали, то есть, евреи. Спасибо, замечательно. Инна, коль, а кого-то. Так. Здравствуйте, Людмила. А, так, Людмила у меня появилась. Сейчас очередь Тимофея. Прошу вас. Эй. Да, эй. Переводим. Ва-ю-гад. Ва-ю-гад. И сказали, или было сказано. И было сказано, если точно, было сказано. Да, да, верно. И было сказано царю египетскому, что убежал народ. Ва-е-гад-эх переменилось, переменились сердца фараона и его рабов по отношению. Да, это вернулось буквально, да. Да, по отношению к народу. Ва-ю-гад-эх переменилось, и сказали, что это мы сделали, что отослали Израиль из рабства нашего. Да, отпустили его, и теперь мы не рабы, рабы, как вы понимаете, не мы. Спасибо, Тимофей, все очень мило. Людмила, если у вас есть желание поучаствовать, могу вам передать вауф. Ва-е-сор. Да, верно. Ва-е-сор эт рихбо в эт амо лаках и мо. И запретил, запретил. Сор, сейчас я скажу вам, в данном случае это значит запряг, по этому поводу я пару слов скажу, да. Эт рихбо, рехеф шло, то есть его повозку, возможно, карету, возможно, плесницу. Рехеф – это транспортное средство, как на лошадиной тяде гужевой, так и теперь, например, автомобиль. Да, спасибо. И народ, ой, что-то там закрылось. Да, верно, верно. И народ его взял с собой. Да, спасибо, Илья Леонидовна. Анна, что-то у меня не получается открыть словарь, если что вы заглядываете, я вас попрошу посмотреть, какое значение словаря нашел. Вот это вот слово, действительно, от слова асар, да. Асар запретил. Исур – запрет. Асур – запрещено. Так, а как сказать разрешено? Мутар – от слова леатир. Да, и еще слово асур – это значит в сбруе, в ошейнике. В данном случае, что он сделал? Запрят, очевидно, коня. Учитель, один из учителей иврита, рассказывал нам. Такой вот курьез входит, хочет войти в автобус, значит, слепой с собакой. Илья Леонидовна спрашивает, можно ли войти с собакой, может ли собака войти в автобус. Водитель отвечает ему, асур – мутар, мутар – асур. Это значит, асур, то есть в наморднике, мутар – разрешено, а без намордника, то есть мутар, асур – запрещено. Ну, не примите это как правило автобусов Израиля, но для примера языкового это вполне фраза проходит. Так, еще раз спасибо. Зайн, давайте читаю я. А корень тот же, а запрячь и разрешено. Да, да, да. Есть другое слово для запрячь, оседлать, но там, правда, в отношении осла я не знаю, поскольку я не пользуюсь ни ослом, ни конем для своих передвижений. Я не могу сказать, может быть, одно слово подходит для осла, другое для коня. Но есть и другие слова. Так. Зайн. Рехев – это повозки, бахур – это избранные, да, то есть отборные, самые лучшие. Тем не менее, мы видим, что их было всего-навсего на 600 тысяч людей, то есть по тысячу людей на одну повозку. Но, правда, сказано бы, коль реха Митсраим и все повозки египетские. Почему выделены отдельно вот эти вот бахур, если он взял, и все остальные тоже я вам сказать не могу. Может быть, может быть, вот эти повозки 600 он отобрал, были отобраны, были лучшие, были выбраны из тех, которые были в распоряжении армии. А вот это вот, коль реха Митсраим, имеется в виду, добровольно египтяне дали свои повозки, чтобы они тоже участвовали. Ве шалищим. Вот это слово, шалиш, конечно же, от корня шалош, что означает три. Я лично могу объяснить так. Это повозка, на которой находятся три человека. Один вознится, он управляет лошадью или лошадьми, и двое, допустим, лучников. Один стреляет в правую сторону, другой в левую сторону. То есть что-то наподобие Катюши. Шалищим, аль-ку-ло, на всех. Вот такая жуткая история. Так, Анну, прошу вас, Хэт. Так, только, единственное, это получается не Катюша, а Тачанка. И шалищим, это еще переводится как военачальник. Это имеется отборных твоих военачальников, а Аннуарехов, это может означать просто всадников с конем. Это не обязательно повозка, это просто кавалерия, то есть то, что наездники на лошадь. Да, насчет Тачанки, да, я перепутал. Что-то мне песня в голову пришла. Вот, а вот насчет Шалищим, ну, разное есть мнение, мне больше вот по душе такое. Хотя, может быть, все, что... Тут Натан, в прошлом году был Натан, когда мы читали вот эту песню Сирата Ям, он говорил, что есть название у какого-то штабных там военачальников до сих пор в армии Израиля, которые так называются. То есть какие-то там отборные генералы, что-то наподобие. А, прекрасно. Натану поверил. Что-то такое, надо посмотреть. Так, значит, и укрепил Всевышний сердце фараона, царя египетского, и погнался он за Бне-Исраэль, за израильтянами, а израильтяне выходили, вышли, как бы сказать, поднятой рукой. Вот так вот, приподнятой, высоко поднятой рукой. Да, да, то есть вышли они гордо, не таясь. Да. Да, наверное, так. Спасибо. Так, очень мило. Светлана, Тед, прошу вас. Светлана, Тед, прошу вас. Обратите внимание, что запятые тут иногда стоят поделы, иногда совершенно варентористки. Да. Ва-ир-де-фу-мицраим-ахары-игем. Радав – это погнаться, преследовать кого-то. Так, что получилось? Погнались египтяне. За ними. Да. Ва-ясигу. Легасиг – это достать, добыть. Догнать. Вот там. И догнали. Игнуйте. Евреев, да. Хоним – это расположившийся Маханестан. Аль-Аям. На море. На море. На море. Ну, не думайте, что они там разложили шезлончики, чтобы позагорать. Но, тем не менее, положение было такое. Коль сус рехев паро. Все лошади. Сус. Да. Рехев – это трансфор. Да. Овости. Лошади колесниц паро. Наверное, да. Увэ фарашав – это всадники. Вэ-хэйло. Хэль-шэло – это войско его. Аль-пи-хахирот – это название места. Да. Лейфней-бал-цифон – перед господином севера. Перед вот этим, очевидно, идолом. Ну, тоже это географическое название. Да. Спасибо. Так. Бритулам пропускаем. Просим Инну Юду. Увэ фару хикрива ва Йесу в ней Израэль. Эт-э-нехэм ве хине Мицраэль носеа Ахарэйхэм вайр-у меод ва Ицеку в ней Израэль эль-шэм. Эль-шэм, да. Эль-шэм, да. Эль-шэм. И фараон. Фараон. Да. И бежа и луся. Да. Да, именно. Ва-ис-у – это буквально подняли, возвели в ней Израэль. Эт-эй-нехэм. Что они подняли? И подняли глаза их. И. Груто. Египтяне. Да. Едут буквально. Едут за ними. Да. Внимание. Вот это слово означает «испугались». И. 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 Да. Так. Воскричали. И воскричали сыновья Израиля Господу. Да, Господу. Да. Это называется «пока фараон не погонится, еврейский мужик не помолится». Увы. Так. Спасибо. Да. Тот, кто хочет сделать гейюрд, для него это будет серьезным предупреждением. Чтобы вы не думали, что вы так сильно меняете народ. Так, Тимофей, прошу вас. Юд Алиф. Юд Алиф. Пробуем переводить. Верно. И сказали Моше. Ага, ми бли. Не потому ли. Да. Бли – это без. Ми бли. Из того, что без. Из того, что ага. Это вопрос. Разве из того, что не хватает бли. Нет. Нету. Эйн говорит. Да. Совершенно верно. Я чуть поподробнее объяснил это слово. Да. Микрофон вам. Да. Не потому ли, что нет могил в Египте, взяли нас умирать в пустыне. Что это сделал ты нам? Ты взял лакахта? Тро. Окей. Что это сделал ты нам? Чтобы. Чтобы извлечь нас. Чтобы вывести нас. Вот так. Вот такие неблагодарные. Да. Спасибо, Тимофей. Как всегда, великолепно. Юд, Бет, Людмила. Вы с нами? Да. Ведь это слово, которое мы сказали. Всевышний. Тебе. А тебе? Тебе, Элехам. А, Аллах. А, Аллах. Все, я перепутал. В Египте, говоря, Хадаль – это что? Хадаль – это отставь буквально. Мимену в данном случае – отстань от нас. Мимену может быть поняты как от нас, а может быть, как от него. Пишется одинаково. Вен Авда. Это будущее время. Мы будем работать. Мы будем служить. В Египте. В Египте. Так, Людмила, у вас осталась еще часть фразы. Яси не задерживайте. Китов, Лану, Авод, Эд, Митцраем, Нимутену, Бамидбар. Ибо хорошо нам… Работать. Это абсолютный эффектив, да. Как бы вот, да, работал в Египте. А Эд здесь как бы с Египтом, да? Когда работать на кого-то. Вот Эд – это работать на кого-то, да. Это форма такая специфичная. Так. От… Митцраем, да. Чем умереть… Митцраем, вот, да. Чем умереть… Митцраем, Митцраем, Нимутену, от того, что нам умереть… Митцраем, Бамидбар, Пустыня. Да. Спасибо, Людмила, очень-очень. Все правильно, так, чудесно. Так, и вот Гиммел. Фа-йомер Моше-эль-ха-ам. Аль-тира-у. Тит-я-цву ур-у от Ешуат Ашем. Ашер-я-асе лахем Айом. Ки Ашер-ра-итем от Митцраем Айом. Лотос-и-фу-ли-ру-там-од-ад-олам. И сказал Моисей народу, не бойтесь. Тит-я-цву – это значит, предстаньте, стойте ур-у и увидите спасение Господа. Спасение, которое Бог посылает. Которое сделает вам сегодня. То есть Бог явит вам спасение. Потому что, которое, то, что ра-итем от Митцраем Айом, как вы видите, Египет сегодня, лотос-и-фу буквально не добавите. То есть более не будете лир-от-ам видеть их он, ад-олам. Не увидите их более никогда. Так, Анна, юд-далит. Всевышний воюет за вас, как бы, видимо, будет воевать за вас, а вы молчите. Да, молчите, да. Тахаришун от слова херэш – это глухой, точнее глухонемой. Лахариш – это умолкнуть. Да. Спасибо, Анна, все, все правильно. Тет-зайн, Светлана, оторвитесь от писаний. Вам, Тет-Ван. И сказал Господь, чего вы кричите? А вы кричите, что вы так кричите? Что вы кричите ко мне? Кричите на меня. Кричишь ко мне? На меня. Да. Скажите, Табер, это сказать, да? Скажи. Скажи, говори сынам Израиля. Скажи сынам Израиля. И они двинулись. Пошли. И пусть и они будут двигаться, да, и поедут буквально, и пойдут. Да, верно. И на Тет-зайн прошу вас. Слегка, а можно вопрос? Ма Тет-зак, это в повелительном или? Тет-зак, это будущее время. Что ты будешь кричать буквально ко мне, да. Да, да, да. Ну, такая форма, она употребляется и сейчас. То есть, он на меня уже кричит, и я ему говорю, что ты будешь еще кричать на меня? Да. Спасибо, так, Инна прошу вас, извините. Ну, это, да. В, ата, харем, эд, матха. У, нитте. У, нитте, да. У, нитте, эд, ядха, ал, хайям. У, в, каэху, в, яху. В ней, израил. Бедох, хайям, а, ба, ябаша. Ябаша, да, да, верно. Так, прошу вас. И ты, ахарем, подними. Матэ – это посох твой. Унэте – как зроаннэтуя. Растри, протяни. Увакаэ буквально раскали его. И раздели его. Посреди, буквально. Посреди моря, как посуши. Просто бая баша, посуху. Все правильно, спасибо, Инна. Все верно. Тимофей, да, на очереди? Да. Переводим. И я, вот я укрепляю сердце Египта, и пойдут они вслед за ними, и когда и утяжелим, получается. Нет, нет, здесь прославлюсь. А, да, и прославлюсь в фараоне, да, с его помощью, и во всех хейло. И во всем хейло. Да, и через все войска его, и через… Да, убирка Бо, убирка Ршо, и через его колесницы, и его всадников. И всадников, да. Совершенно верно. Так. Спасибо, Тимофей. Так, я читаю. Ваед у Митраим, ки ани адунай, бе ги хабди бе фаро, бе рихбо у во фаршат. И будут знать, и тянешь, что я Бог, при том, что я прославлюсь через фараона, через его колесницы, и через его всадников. Так. Ну, хорошо. Людмила. А так у нас Людмила еще не учит. Людмила, да, 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 да. Конечно, Людмила, попрошу вас. Да? Угу. Ой, сдвинулась. Ва Иса, Иса, Малах, Хайлоким, Хахолех, Лифне, Махане, Исраэль, Ва Илех, Елех, Ме Ахарейхем. Ва Иса, Аму, 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 Хэ, Ана, Ми, Пнейхем, Ва Я, Мод, Ме Ахарейхем. Да. И понес, повел ангел. Поехал буквально, сдвинулся, да. Ангел, да? Да. Аголех, Лифне, Махана, Идущий. Всевышнего, да? Идущий перед лагерем Израиля и пошел от них. Ахарейхем за ними, то есть сзади них. За ними. Да. И повел облако. Ну, подвинулся, да. И поехал какое-то облако, Аму, стоящее. Ми пнейхем от лица их и встал, ми Ахарейхем за ними. Какой столб? Облачный столб, да, как бы? Амут это столб или столб, Анан это облако, облачный столб, Аэш это огненный столб, да. Ну, объясняет комментарий, да, как все это было. Да, Людмила, спасибо. А я не пришел в Ямут и встал за ними. Да, за ними. Да, да, верно, верно. Так, ну, давайте снова я возьму, чтобы побыстрее было, чтобы мы успели точно закончить. И пришел буквально между лагерем Египта и между лагерем Израиля. И было облако темное, хошек, это тьма, была тьма. Ва, я, эр, это лаила, и осветил ночь. И не приближался один к другому, то есть этот к этому, в течение всей ночи. Вот эта история. Калев, давайте одна. Так, ва, эд, маше, эд, ядо, альга, ям. Так, и ва, йо, лэх, ашэм, эд, га, ям, эб, рух, ка, дзим, аза, коль, алайла, ва, ясем, эд, га, ям, лэ, гарава, лэ, гарава. Ва, ибак, ибаку, аям. Так, и простер, маша руку свою на море, и раздвинул Всевышний, разошел, раздвинул Всевышний море с помощью сильного восточного ветра. И раздвигал, вернее, всю ночь воды с помощью этого самого ветра всю ночь, да. Да, это сильный, да. Да, сильного ветра всю ночь, кадим, так, и раздвинулась, и как бы обратилось море в сушу, получается, и раздвинулось море, разделилось море. Бака это, да, расщепиться, разделиться, совершенно верно. Так, спасибо. Кавбе, Светлана, вперед. Вахамаим, вахамаим, лаэм, хома, миминам, умис, молам. Верно, да. Переводите, пожалуйста. Да. Конечно. Ва, я, во, у, ва. Так, Светлана, не слышу вас. Да, пошли, да. Цена Израиля. Внутри моря. Ох, вая. А воды. Переводите, пожалуйста. Им, лаэм. Им. Да. И воды им. Хома, это стена. То есть стояли стеной вертикальной. Ми, ми, нам, от слова ямин, справа от них. У ми, смолам, от слова смоль, слева от них. Да, вот так. Хорошо. Так. Инна Кавгину, прошу вас. Ва, юрдефу, митрай, ваяву, ахарейхэм, кольсус, пару, ригу, у парашава, эля, птофа, хайям. Да. И погнались египтяне, и пришли они, пошли они, пришли они, за ними, вышли они за ними. И пошли они, все они, фарауна, так, это всадники, нет, это колесники. Повозки, колесницы, да. Порошам, порошим, это вот и всадники, да. И его всадники. Спасибо. Так, эль-тох, хайям. Буквально. В среду, вовнутрь моря. А, вовнутрь моря. Да. Эль-тох, бе-тох, ми-тох. Да, все это одного корня. Спасибо. Тимофей, прошу вас. Кавдалет. Да. Ва ехи бе ашморет хабокер, ва ешкеп ашем эль-махане митхайм, бе амуд эш ве анан, ва ягам эт махане митхайм. Переводим. И было ашморет стража, утренняя стража. Верно, это значит перед расцветом. Ва ешкеп. От слова мишкафаим, очки. Мишкафаим, да. Взглянул всевышний на стан египетский в огненном столбе и облаке. Ва ягам. И облачно. Ва ягам, это смутил, привел в смятение. И привел в смятение стан египетский. Да, стан египетский. Как сказано, хочу я всех мочалов застебать. Вот примерно так оно и было. Кавдей, прошу, Людмила. Ва ясар, это офен, марк, вот, тав, в и на хэгэху, е на хэгэху. Да, верно. Ва ямар мицраем, анусса, непне Исраэль, ки ашэм нилхам лаэм в мицраем. Вам крупно повезло, попалась трудная фраза, но я помогу. Ва ясар, это убрана, снял, убрал, как-то вот так. Это офен, офен, это колеса, офанайм, это велосипед, то есть два колеса, да. Офануа добавляется еще, ноа, это двигатель, а что такое велосипед с двигателем, это мупэд, мопед. Вот, поэтому, да, еще слово офен, значит, каким-то образом. Например, бе офен хашмали, это с помощью электричества. Бе офен малахути искусственно. Да, мы, я чуть отошел в сторону, и буквально снял колеса маркевотав, меркава, это колесница, колесниц их кого? Египтян. Ва яна гэг, нега гену, извините, ва яна гэгэгу, ле нагэг, это вести, проводить. Ву, да, его, и они провели их, да, бих ведут, кавед, тяжело. И с трудом волочили их, вы представляете себе, повозки, у которых отломались, отошли колеса. То есть, они едут. Колеса зачем сняли, не поняла. Не слышал? Колеса зачем сняли? Нет, то есть, всевышний сделал так, что... А, сломались как бы. Всевышний сделал так, что отвалились колеса. Да, да, да. Да, говорят, что от жара или от кипящей воды. Сказал египет. Ну, это такое, да. Ануса, помню, знаете, слово? Давайте убежим, мы будем... А, кагортатив, да? Да. Мипны Исраэль. Как бы в первом лице Ануса, да, получилось? Да, да, да. Убегу я, поскольку Мисраэль здесь, как бы, Египет, виденство в числе, да? Мипны Исраэль. От Израэль, ибо Господь воюет им. Ла-гэм, буквально к ним, то есть за них. Бе-мисраэм с Египта. Да, против Египта. Да, 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 совершенно верно, Людмила, спасибо. На самом деле, мы разбирали вот в Шират Гаям, где-то вот начиная отсюда, поэтому парочка фраз осталось, я их возьму себе, чтобы не затягивать время. И сказал Бог Моисею, «Простри руку твою на море, и возвратятся воды на Египет, на их колесницы, на их всадников». «Ваят Моше от Ядо, аль Гаям, ваяшав Гаям, лифнот Бокер, ле-эйтано, у Мицраэм на сим ликрато, ва-и-на-эр Адунай, от Мицраэм, бе-тох Гаям». «И простер Моисей руку свою на море и возвратил море перед утром, лифнот Бокер, да, перед утром». Значит, слово «эйтан» означает «природная сила», то есть к его нормальному природному состоянию. То есть море не захлестнуло сушу, но вернулось на прежние свои позиции, то есть там, где должна быть вода, вот она и стала быть. А египтяне, представьте себе, на сим, то есть едут, да, ликрато, навстречу ему. То есть настолько было помутнение в умах египтян, что они не бежали от воды, хотя это вряд ли бы их спасло, а бежали навстречу ей. «Ва-и-на-эр» слово «на-а» означает «молодой человек, юноша» и означает «смешивать, перемешивать», то есть смещать понятия. Да, действительно, у юноши иногда бывает некоторое смещение. Понятия, значит, какое слово тут подходит, да? «Ва-и-на-эр» и смешал всевышний египтян в среду моря, то есть вовнутрь моря. Посмотрите, если несложно, что дает нам словарь. И вернулись воды, и покрыли колесницы и всадников, все войска фараона, идущие за ними в море. Не остался из них ни один кафтет. «Овней, Исраэля, алхубая беша бетохаям, вегамаем лагем, хома, ми-ямина, ми-минам, оми-смалам». А сыны Израиля шли по суше среди моря, и воды им стеной справа от них и слева от них. А дальше начинается Ширатайям. И вот, начиная отсюда, мы с вами один из прошлых разов это разбирали. «И спас Всевышний в день тот Израиль от руки Египта, и увидел Израиль, Египет, на берегу моря, и увидел Израиль, руку великую, которую сделал Бог в Египте, и увидел народ, и убоялся народ Бога, и поверили в Бога, и Моисея слугу его». Вот такая трогательная история. Ну, спасибо вам за внимание. У меня вопрос. Да-да-да. А вот когда поют песню, все встают. Вот эту Мириам, которая поет. Но это принято, да, читать стоя. А вот встают раньше или только вот когда песню поют? Вот интересно. Вот вроде бы там происходит так, но это так, так сказать, это обычная практика, что Ашрей и Пятит Елим последние с 146 по 150 и читают сидя, а после этого читают стоя. Вот Ваеварех Давид и благословил Давид, и вот это вот Ширата Ям вроде бы тоже. И дальше уже читают и читают... А кто начинает вставать? Вот с 15-й к песне именно или чуть-чуть раньше? Раньше, раньше, получается. Вдруг раньше. А, то есть, наверное... Благословил Давид, да. Вот 26-й, да. Да, наверное, так. Так, Инна задает вопрос, да? Прошу вас. А меня нет в вашей группе Телеграма. Можно мне как-то присоединиться? Спасибо, я ухожу. Продолжение следует... Продолжение следует...